Особое мнение на 101FM Ваш комментарий, может быть, по этому поводу услышать Дело в том, что в последнее время практически все приезжие чиновники задерживаются у нас не больше года Почему такое происходит, на ваш взгляд? Есть в этом какая-то закономерность? И с чем это нужно связывать? С тем, что вот они там варяги к нам приехали, но они у нас не могут Или здесь речь о каких-то сферах деятельности Это в основном дороги, инвестиции Все, что касается городского хозяйства Вот эти вот чиновники как-то не очень у нас Мое мнение, что просто те люди, которые через некоторое время проработав И поняв, что они не смогут осилить тот объем работы Ту ношу, которую на себя взвалили Я считаю, что они делают правильное решение и уезжают Они доводят дальше наш город до непонятных моментов, эксцессов Что касается, мне приходилось за это время общаться только с представителями ДГХ и отдела транспорта Но я считаю, что пока, по крайней мере, я не видел специалистов в этой сфере Которые бы смогли дать какой-то рывок общественному транспорту в нашем городе Леонтьев, я вообще считаю, что, мне кажется, год зря потратил просто на этом месте Начальники отделов транспорта, которые менялись, начиная с Чичибабиной и заканчивая Воронцовым Ну, как минимум, тоже время свое зря просиживали То есть сейчас пришел новый начальник отдела транспорта, зимних, Александр Владимирович Ну, все-таки надежда есть, что он новым взглядом сможет, по крайней мере, сделать какой-то рывок в этой сфере В принципе... На каждого ведь так на ежды было Ну, я считаю, что как правильно должно быть То есть раньше, по крайней мере, как было Чтобы добиться, дослужиться хотя бы до начальника отдела транспорта Необходимо, как минимум, быть в руководящем составе предприятия транспортного Чтобы ты пришел уже с каким-то багажом знаний и умений, и навыков Но если учесть, что заработная оплата начальника отдела транспорта Она, как правило, ниже генерального директора транспортного предприятия Ну, я вот не пойду с генерального директора на эту должность Даже если меня будут под пулями туда загонять Поэтому, может быть, как-то проработать вопрос все-таки изменения оплаты Но ввести какую-то персональную ответственность То есть я пока не видел, чтобы хоть один чиновник, который отвечал за дороги, за транспорт Понес какую-то персональную ответственность, кроме увольнения А ошибок было сделано немало То есть, да, может быть, необходимо где-то рассмотреть вопрос о повышении заработной платы Но спрашивать намного строже Вплоть до уголовных дел, да, если где-то что-то своровали и так далее А вот вы в самом начале сказали, что непосильную ношу не могут нести Это что за такая непосильная ноша у нас в мэрии? Ну, опять же, вернусь к начальникам отдела транспорта, которые были до этого времени Я не помню, чтобы они вообще были связаны с транспортом до того, как пришли на эту должность Соответственно, передвигаться ежедневно на автомобиле и думать, что у тебя все получится И ты справишься и будешь хорошим руководителем отдела транспорта Социально значимой сферы, мне кажется, что, как минимум, ну, это луковство, да? Но уже непосильная для конкретного человека Да, для конкретного человека, а так, в принципе, идеи и предложения есть Я и предыдущим руководителям в этой сфере направлял свои предложения Вижу, что у нового, опять же, начальника отдела транспорта уже есть понимание, как те или иные вопросы решать Но будем надеяться, что у него там запал не пропадет И он сможет доказать все-таки, что есть еще хорошие достойные кадры в нашем регионе, в нашем городе Вопросов много у нас, которые хочется обсудить, поэтому резко так из Кирова перенесемся в столицу И, кстати, некоторые чиновники приезжали в Киров как раз из нее А вы недавно в нее ездили на форум И высказали там предложение для внесения поправок в действующее законодательство, направленное на борьбу с нелегальными перевозчиками Так вы у себя в соцсети написали Вот рассказывайте, может быть, поконкретнее, о чем речь шла, что вы предложили, что поддержали? Ну, здесь я не буду акцентрировать внимание, что это я предложил Поскольку наше предприятие входит в ассоциацию автовокзалов страны И мы совместно с некой рабочей группой, с представителями автовокзалов и перевозчиков всей страны Разрабатываем на протяжении уже двух лет комплекс предложений и мероприятий по изменению нашего законодательства Для того, чтобы все-таки ответственность для легальных перевозчиков, как минимум, была сопоставима с нарушением И наоборот, для нелегальных перевозчиков она ужесточилась Потому что есть пример Ну, например, для того, чтобы осуществлять перевозку пассажиров по тому или иному маршруту Необходимо иметь карту маршрута и свидетельство на осуществление перевозки За ее отсутствие у легального перевозчика ему грозит штраф 300 тысяч рублей Соответственно, он избежать этого штрафа не может Зато у нелегального перевозчика, который выполняет псевдозаказную перевозку То есть не имеет разрешения на этот маршрут Оформляет липовые документы по заказной перевозке Получает штраф всего лишь водитель 3000 рублей То есть как минимум сумма несопоставимая в 100 раз Также было предложено увеличить ответственность для нелегальных перевозчиков на такую же сумму То есть привлекать юрлицо, должностное лицо, должностное лицо до 100 тысяч Юрлицо до 300 тысяч рублей Соответственно, тогда уже у нелегального перевозчика не будет желания шутить с этими моментами Также обсуждались мероприятия и предложения по совершенствованию деятельности ФБУ Росавтотранс Это дочернее Министерство транспорта Российской Федерации Организация, которая согласовывает и утверждает межрегиональные маршруты Потому что очень много в последнее время случаев, когда из-за технической ошибки того или иного сотрудника Легальный добросовестный перевозчик лишается права осуществлять перевозку Соответственно, перевозчик потерял маршрут Если пока он в судах доказывал свою невиновность, он не имел права осуществлять деятельность Соответственно, за полгода перевозчик... Есть примеры, когда банкротился Люди теряли работу, пассажиры испытывали неудобства То есть альтернативы не было в этих регионах Соответственно, сотрудник вот этого агентства данного всего лишь отделался выговором То есть кто-то из-за него потерял работу, кто-то потерял бизнес А сотрудник всего лишь получил выговор Поэтому было предложено также персонализировать ответственность Чтобы за это отвечала как минимум ФБУ Есть моменты, и мы с этим сталкивались за два года моей работы Когда просто ищут повод для того, чтобы отказать в организации того или иного маршрута Меня часто спрашивают, когда мы поедем в Ульяновск, в Чебоксар и так далее Мы-то готовы, но карту маршрута нам всячески пытаются не дать Отговорки элементарные То остановка не внесена в реестр То не та ссылка в заявлении на бланк заявления Пока это все переделывали, дорога поменяла номер И это все нужно переделать, пока занимаешься перепиской с этим ведомством Проходит время, проходит уже и желание, и возможность осуществлять перевозку Поэтому на сегодняшний день по данным Ространснадзора Примерно 45% перевозок осуществляется в нашей стране нелегально То есть если в 2015 году перевозчиков было 2500 по межрегиональным маршрутам То сейчас их примерно 1300 То есть они никуда не делись Они просто решили уйти в тень, потому что те штрафы, та ответственность То законодательство, которое направлено вроде бы как на обеление этого бизнеса, этой сферы Оно наоборот заставляет перевозчиков уходить из этой сферы Потому что штрафы, я уже озвучил, что они несоизмеримые Ну вот смотрите, здесь обсуждалась как раз борьба с нелегальными перевозчиками Ужесточение по штрафам А вот перед нашим с вами эфиром я посмотрела эфир на Девятка ТВ И там ваш оппонент Лев Саламатов высказал мнение, что может быть наоборот Не бороться с ними, а дорогу им дать, освободить их от налогов, например Почему такие странные меры он предлагает? Он говорит, ну вот создадут сейчас единую компанию, да, некую Так она будет эти деньги, которые вот налогами идут от кого-то В качестве субсидий просить Может быть пусть лучше вот перевозчики мелкие ездят Я не понимаю позицию Льва Саламатова, который позиционирует себя как эксперт во всех сферах Как можно взять и освободить того или иного перевозчика, предпринимателя от налогов? Это федеральное законодательство, нельзя взять и сказать Ипп Петров не будет завтра платить налоги, потому что он хороший и хочет перевозить пассажиров Ну, для примера мы платим 95 миллионов налогов в год Киров, пассажиров, Татранс Представьте, мы их завтра не будем платить, неважно по каким причинам На 95 миллионов налогов мы сможем ежегодно покупать примерно 30 новых Мерседесов-спринтеров Ну, давайте, если мы не о налогах будем говорить, если мы будем говорить не о ужесточении каком-то по отношению к ним, а наоборот Опять же, я это объяснял и в тот раз на встрече с Львом Саламатовым, что не хотят Те перевозчики, которые хотят выйти из тени, они выходят и мы им всячески помогаем Потому что, ну, объясню, что автовокзал города Кирова, наше дочернее подразделение Оно осуществляет, оказывает ряд и комплекс услуг, за которые перевозчики платят Соответственно, мне чем больше перевозчиков будет заезжать и пользоваться услугами автовокзала А не стоять там во дворах вокруг автовокзала Уводить пассажиров отказ, занимать территорию стоянки у ЖД вокзала Мне тем будет выгоднее Соответственно, другим легальным перевозчикам можно либо там понизить стоимость услуг То есть, это все, в принципе, элементарно сделать Но есть легальные перевозчики, которые все-таки хотят выйти из тени И мы им помогаем всячески, я уже говорил А есть те, которые в открытую говорят, что мы не хотим никакие налоги платить Мы не хотим нести ответственность, которая непомерно завышена для легальных перевозчиков Поэтому их позиция четкая нет Неважно, хоть ты налогов освободишь, хотя это невозможно, штрафы не будешь давать Они так привыкли, им так нравится Они много лет так работали, поэтому заставить их, наверное, это будет сложно У нас сейчас перерыв, через полминутки вернемся в студию Действительно, эта программа «Особое мнение» высказывает его сегодня Сегодня генеральный директор компании «Киров пассажир и автотранс» Денис Пырлок Денис, ну вот еще одна новость у нас на сайте Она, правда, не очень свежая, но на самом деле вот эти новости, они повторяются с регулярностью в полгода Кировчан возят на автобусах, которые нельзя выпускать на дороге Такой заголовок Что это значит? Это значит, как говорит нам ГИБДД, что на линии выпускают автобусы, которые неисправны И эксплуатация которых просто-напросто запрещена Я просто хочу вам показать сейчас фотографию, которая стоит у нас, иллюстрирует эту новость Я, может быть, я сейчас вам покажу, вы назовете это правильно Я опишу то, что вижу я Это, как говорил мой дядя, в детстве такие автобусы ездили В моем он называл их скотовозами Автобус этот, это фотография 2019 года начала Обслуживает он маршрут Уржум-Савинова Вот я вам покажу, каких лет вообще эти автобусы И что это такое? Почему такие машины? Ну, это автобус Кавза, конечно, кто до сих пор эксплуатирует такие автобусы, не могу сказать На таком автобусе я в детстве передвигался со своего населенного пункта до Кирова Но это был служебный автобус у нас, не рейсовый В детский сад было время, когда мне приходилось за несколько километров ездить вот как раз на таком автобусе Ну, это примерно лет 20 больше назад было Да, это уже достаточно большое количество времени Вот почему, Денис, такие машины до сих пор у нас ездят? Я понимаю, эта машина там, ну, не вашего предприятия Но почему вообще такие факты есть? Почему вот такие сообщения от ГИБДД существуют? Здесь все просто На самом деле у нас в районах ситуация аховая с общественным транспортом Если еще в городе Кирове как-никак на автобусы старают и обновляться Обновлять и более-менее поддерживать в техсостоянии То в районах ситуация намного хуже Во-первых, там давно уже не знают, что такое сотрудники ГИБДД Потому что, ну, нечего скрывать У нас штат сотрудников, которые стоят на дороге Он регулярно сокращается Поэтому, ну, не удивлюсь, что действительно такой автобус Хотя, честно, я первый раз вообще вижу за последние лет 10, чтобы такие автобусы перевозили пассажиров Именно на рейсовых маршрутах То есть дежурные такие автобусы Поэтому предприятий в качестве развозок я видел, конечно, что в районах используют Но я сама была поражена, поэтому сфотографировала его Но еще раз вернусь к тому, что в районах действительно ситуация там плачевная Автоколонны, которые были государственные, областные Они, как правило, уже практически все прекратили существование Поэтому сейчас и было озвучено Игорем Владимировичем и Александром Анатольевичем Создание единого перевозчика, который будет как раз Вроде бы должен решить эту проблему Возьмет на себя и районы, где нет транспортного сообщения И все-таки выведет общественный транспорт на новый уровень Ну вот к единой транспортной компании мы чуть позднее вернемся Я хочу еще по этой новости дальше продолжить Вам цитировать ее Это все ГИБДД сообщает Установлено 8 случаев, когда водители садились за рулы автобусов пьяными Это в этом году В 17 случаях пользовались телефонами во время движения Дальше приводятся цифры Сколько произошло ДТП с участием водителей автобусов Сколько человек получили травмы Один человек погиб Буквально несколько дней назад была новость в Радужном Автобус сбил девочку 11-летнюю Хорошо, вот такое вот почему у нас происходит Почему, ну вот хотя бы вот в этом Вот в этой элементарной схеме До сих пор не отлажено ничего Почему водители пьяные за рулем Почему телефоны, по которым они болтают Ну, опять же, здесь по водителям пьяным за рулем Я думаю, что это, скорее всего, не в городе Кирове По крайней мере, я не слышал, чтобы там Ну, за то время, что я работаю Были случаи, когда водители там За рулем выявляли состояние алкогольного пьянения Ну, в общем-то, разница Люди-то все одинаковые В районах, я еще раз говорю, что там бесконтрольно Все это делается То есть сотрудников не хватает Бывает, что районы соединены И образуются межрайонные отделения ГИБДД Соответственно, там раз в неделю появляется сотрудник Для того, чтобы просто шумно там навести, да На водителей Но не более Поэтому в районах, возможно, в городе Но, опять же, там, повторюсь Я не слышал таких случаев Лет шесть назад случай такой был Я сам это наблюдал Но это был заказной автобус На рейсовых автобусах все-таки у нас Ну, по крайней мере, в нашем предприятии Я уверен за свой контроль Но, также, не исключаю, что проблема здесь стоит намного глубже Во-первых, водители автобусов Последние, там, наверное, года четыре Получают не ту заработную плату Которую они достойны, по сути То есть много профессионалов Именно водителей профессионалов Из этой сферы уходят Кто-то на дальнобой Кто-то на более спокойную работу Соответственно, на такую работу С такой зарплатой, которая сейчас в городе Кирове Стараются не идти Ну, и перевозчики, наверное, там Пренебрегая всеми правилами безопасности дорожного движения Берут кого попало Я могу сказать Я, конечно, не знаю Сильно меня одолеют с этим примером Но у одного перевозчика У крупного перевозчика в городе Кирове Недавно на линию чуть не вышел серийный маньяк У которого четыре изнасилования были 15 лет назад Убийство и разбойное нападение При том, что этот человек отстажировался Но по каким-то причинам он пропал То есть не исключено, что он мог выйти на линию И благополучно возить наших детей И после того, как он пропал, выяснили, что он серийный маньяк? Ну, я думаю, что это предприятие до сих пор не выяснило, что он серийный маньяк Просто я знаю об этой ситуации Поэтому я знаю, что он на линию ни разу не выехал Но он стажировался В этом году это было? Это было в этом году Это было недавно Это предприятие, которое, мне кажется, в последнее время Забыло все правила безопасности дорожного движения И допустило такую ситуацию Ну, предприятие-то вы нам скажете? Ну, я думаю, об этом предприятии все знают Это крупное предприятие А известно о том, что маньяк-то откуда стал? Он в розыске? Нет, он отсидел, по-моему, лет 15 Был в 2002 году, насколько я знаю, там сел У него было доказано 4 изнасилования, убийства, разбой и нападения А есть какой-то пункт, что люди... Нет, понятно, что можно любого на работу брать Но я считаю, что если человек за 7 эпизодов своей жизни не изменился То, наверное, допускать его к перевозке пассажиров к такой работе Ну, пусть он идет, я не знаю, грузчиком работает на завод ЖБИ на какой-нибудь, да? Но я не верю, что люди меняются Как правило, такие люди, которые уже полностью ведут аморальный образ жизни Они просто, ну, какое-то время проходят, и они снова попадают в места не столь отдаленные То есть, может быть, он ждет, когда снова там загремит куда-то, да? Потому что там за 15 лет город, в котором он раньше жил, поменялся и жизнь поменялась То есть, таких, как правило, на работу не берут Ну и что им дальше делать, как и типу накатанной дорожки? Ну вот сказали вы все-таки, время-то наше неумолимо бежит Надо нам переходить к другой теме Сказали вы, что единая транспортная компания может решить какие-то проблемы с транспортом, да? Чтобы вот такие вот, ну, хотя бы такие машины не выходили на маршруты Сможет ли решить транспортная компания другие проблемы? Например, вот такие вот случаи исключить? Ну, безусловно, по крайней мере, как я это вижу То есть, в единую транспортную компанию Все-таки уже будет подбираться персонал, который зарекомендовал себя с положительной, с профессиональной точки зрения, да? То есть, я думаю, что вот таких подобных эксцессов их быть просто не должно Ну, все мы понимаем, что водители все равно, хочешь не хочешь, но надо проверять там различными методами Может быть, он несколько раз был лишен состояния алкогольного опьянения Зачем рисковать? То есть, мы перевозим пассажиров Если бы он там возил где-нибудь в колхозе какие-нибудь дрова, это другого дела Ну, то есть, к выбору водителей Как и к выбору, в принципе, кондукторов Нужно подходить, я думаю, что, ну, наверное, там более настороженно Потому что, ну, вы уже озвучивали статистику Она неумолимо растет Поэтому, по крайней мере, в нашем предприятии, ну, нам удалось сократить случаи ДТП с пострадавшими Случаи выявления сотрудников состояния алкогольного опьянения при медосмотрах Да, такие есть случаи, их, конечно, немного в год, но мы выявляем регулярно Поэтому от этого никто не застрахован Просто нужен контроль Ну, да, мы ответственно к этому подходим Я думаю, что мы справимся и дальше Ну, а вот по этой транспортной компании, по единой транспортной компании Ну, да, те, кто этим занимается И вы в том числе, вы в курсе И вы в курсе больше, чем все мы Ну, хочется и нам какого-то понимания Ну, вот, по крайней мере, допустим, я, не знаю, большинство до сих пор не понимает Понимаете ли вы это на базе, чего будет создаваться эта транспортная компания Говорится, что общественный транспорт перейдет в ведение областного правительства Так все-таки на базе вашего предприятия она появится? Ну, на чьей базе она появится, это будет уже решено После того, как рабочая группа просчитает все возможные варианты Но пока ориентир, что будет предприятие создано из имущества акционерного общества АТП И акционерного общества КПАД То есть из двух наших предприятий, где есть доля участия государства То есть зачем что-то новое создавать, когда можно, в принципе, здесь провести там некую реорганизацию Как, под каким предприятием это будет? Ну, здесь покажет, опять же, я говорю, что там работа рабочей группы То есть у какого-то предприятия есть долговые обязательства Их тоже необходимо учесть, потому что никто не собирается с кредиторами расставаться и выводить имущество То есть оценив уже то имущество, которое есть в обоих предприятиях Будет понятно все-таки, на чьей базе нужно будет проводить эту реорганизацию Какое имущество в дальнейшем будет передаваться, на каких условиях И в целом уже будет понятна потребность в обновлении подвижного состава То есть там есть подвижной состав, там достаточно неплохой в нашем предприятии Есть подвижной состав на достойном уровне в АТП Соответственно, там никто не говорит, что нужно завтра купить все новые автобусы И предприятие будет работать То есть имущество есть, пока будем работать на нем В дальнейшем мы уже озвучили, что есть федеральные программы На которые будут как раз ориентиры по обновлению подвижного состава Преимущественно, пока мы видим обновление подвижного состава На экологически чистый транспорт, на метане Наверное, вам, как руководителю одной из этих компаний, нет смысла задавать вопрос А вы какой видите эту реорганизацию? Безусловно, мне предложение пока возглавить это предприятие не поступало Но желание у меня есть, потому что я считаю, что за два года работы в нашем предприятии Я достаточно неплохо себя зарекомендовал Я опять же не хочу себя хвалить Я это просто цитирую, мнение со стороны Ну и считаю, что у меня есть еще достаточно идей Которые в рамках своего предприятия Киров Пассажирство Транс я реализовал И нужно их просто продолжать дальше реализовывать Мы об этом... Да, работа моя нравится, эту сферу я пока, по крайней мере, менять не хочу Здесь всегда есть к чему стремиться и самосовершенствоваться Ну а по срокам есть какое-то понимание? Вот если я правильно понимаю Новость, опять же, недавно была на этот счет Что из-за того, что откладываются сроки создания вот этой единой транспортной компании Откладываются сроки и проведения торгов, которые должны вот в конце года пройти Должны были пройти, чтобы разыграть маршруты городские Здесь немножечко не так. Торги на... Конкурс на обслуживание маршрутов, он, скорее всего, не будет отложен Но все проволочки с ним были не из-за того, что создается единый перевозчик, да, единая транспортная компания Из-за маршрутной сети Просто, да, просто как раз вот те сотрудники, про которых мы с вами в начале нашего эфира говорили Недостаточно корректно подошли к выполнению своих обязанностей И потом просто в какой-то момент взяли и сбежали То есть, ну, я открыто говорю, что Леонтьев и Воронцов, они сбежали, увидев, что им придется отвечать за то, что маршрутная сеть никакая И конкурс затормозили настолько, что дальше некуда Соответственно, они ушли, ну, я думаю, что без них этот вопрос намного быстрее сдвинулся с места Поэтому это, еще раз повторю, это не основание для того, чтобы конкурс не проводился То есть конкурс будет проведен? Я думаю, он, скорее всего, будет проведен, но просто сроки будут данных конкурсных процедур выбраны минимально, например, на полгода А за это время уже единая транспортная компания, она как раз уже, я думаю, что приступит к своим обязанностям Я вижу срок примерно середина 2020 года То есть конкурс будет, скорее всего, формальным, все останется так, как есть Ну, если есть уже устоявшиеся перевозчики, которые готовы работать дальше на своих маршрутах Я думаю, что тут сильно нам и нечего менять Ну, если бы у нас стояла очередь с других регионов, а ее нету Пока не будут заложены средства субсидирования, очереди не будет Соответственно, ну, смысл что-то менять А не проводить, а отложить так нельзя? Ну, по крайней мере, правовых оснований администрация в этом не видит У нас сейчас перерыв на рекламу, через две минуты вернемся в студию Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение» У микрофона сегодня Мария Кожевникова А высказывает особое мнение генеральный директор компании «Киров пассажир» Автотранс Денис Пырлок Денис, еще вопрос уже, может быть, не столько касаемый транспорта Но сколько касаемый дорог, вообще организации дорожного движения В клубе «Вечерний» пройдет дискуссия на тему установки заборов вдоль центральных дорог Это такая, я не знаю, что это проблема или не проблема Но, в общем-то, это такая повальная всероссийская какая-то, не знаю, болезнь Или что это такое, когда города просто озабориваются Люди не совсем понимают, для чего это нужно Вот, может быть, вы нам объясните, какую функцию эти заборы несут Они нам действительно нужны? Ну, мое мнение, я вам не смогу объяснить, какую функцию они несут Потому что мое мнение, что они не нужны Я видел немало случаев, когда, и вживую видел, и в Москве Там, несколько лет назад, когда данное сооружение, наоборот, травмировали людей При столкновении, да, с ними Соответственно, ну, мне кажется, здесь, наоборот, могут больше еще не покалечить Как все-таки обезопасить пешеходов от автомобилистов? Ну, я думаю, что есть другие методы, наверное Может быть, ну, условно, засадить чем-то, да У нас город все равно как раз испытывает нехватку зеленых насаждений Но точно не такими капитальными мероприятиями Это, наверное, относится и к разделению встречных потоков То есть здесь есть, опять же, достаточно съездить в Москву, в Казань Есть другие мероприятия, которые можно сделать Установить ограждения, которые в случае, не дай бог, ДТП Перекрытие двух полос можно объехать по встречной полосе Но это можно сделать только на скорости, наверное, 1 км в час, да То есть никто не позволит выехать на встречную полосу Эти сооружения не позволят выехать на встречную полосу Но и не будет такого затора, который там иногда испытываем на улице производственной Когда оба ряда у нас стоят из-за какой-нибудь пробки в результате ДТП По мне эти заборы, ну, наверное, не нужны Нужно искать там более реальные и прогрессивные, наверное, методы борьбы с этим А почему тогда именно заборы у нас ставят? Потому что так проще или что это? Ну, я думаю, кому-то проще, кто-то, может быть, с этого, я не знаю, там, зарабатывает Я не знаю просто, кто изготовитель этих заборов Может быть, какое-нибудь муниципальное предприятие, да, и пополняет бюджет Я не могу сказать, но я считаю, что они просто, наверное, больше там портят и внешний вид И оказывают более пагубное воздействие на пешеходов в случае ДТП каких-то Ну, вот еще одно нововведение Это уже, наверное, не совсем нововведение Потому что это уже реальность, с которой практически каждый кировчанин столкнулся Это разметка, новая разметка, двойные сплошные линии от перекрестка до перекрестка Вот у меня здесь только один вопрос Дорожники говорят, что это безопасно Кировчане говорят, но это неудобно Вместе не получается, видимо Вот удобно или безопасно? Вы что выбираете? Ну, понятно, что в первую очередь должна быть безопасность Но, наверное, там не стоит уходить к какие-то крайности Насколько я знаю, ГОСТ, я начинал этим вопросом заниматься Не скажу, что прям в совершенстве владею этой темой Но, насколько я знаю, ГОСТ, который как раз говорит о том, что на магистральных улицах Должно быть разделение потоков И исключены встречные повороты Он нацелен именно на магистральные улицы, где более двух полос в каждом направлении Но у нас, опять же, решили, что кашу маслом не испортишь Сделали такие данные сплошные участки И на улицах, где по одной полосе для движения И далеко не на магистральных Я сейчас точно пример не приведу Но езжу по городу и вижу, что у нас их везде налепили Насколько я знаю, общался недавно с Уфой У них такая же проблема была И они пошли на эксперимент до перекрестка На протяжении 30-50 метров делают такой разрыв Чтобы автомобилям не загружать перекресток А можно было бы здесь развернуться, не создавая помех Может быть, вот эти передовые технологии Какие-то других городов рассмотреть Потому что не стоит, я думаю, лукавить Но Киров не самый передовой в плане этого и прогрессивный город Можно просто посмотреть на эксперименты наших соседей И прийти к выводу, что, наверное, в крайности впадать точно нельзя Да, магистральные улицы необходимо разделять, и это правильно Но надо оставить альтернативу Мы, получается, тем самым загружаем перекрестки Соответственно, увеличиваем проходимость Соответственно, возможность столкнуться и так далее И то есть лучше от этого не становится никому Поэтому здесь нужно, опять же, все посмотреть А не выполнять нормы законодательства Просто от А до Я Насколько я знаю, в ГОСТе сказано, что Магистральные улицы, где более двух полос в каждом направлении У нас таких улиц немного Ну, то есть, может быть, и неплохо, но нужно по-другому, да? Или нужно было, может быть, предупредить кировчан о том, что это появится? К этому они были не готовы, о чем сказал? Вот ситуация с открытостью у нас тех или иных институтов власти Я считаю, что страдает Но пример элементарный Круговое движение на повороте на Коминтерн Я ехал в пятницу, по-моему, вечером Кругового движения не было Да, были знаки, завешанные пакетами какими-то Утром на следующий день в 9 утра я еду Уже образовалось круговое движение Понятно, что... И пробка, потому что никто не знает, как ехать Все поехали так, как они привыкли там ездить Никто не понял, сотрудников ГИБДД сначала не было То есть, ну, раньше, там, еще года три назад Я помню, что у нас на любом перекрестке, когда вводился новый светофор Он сначала месяц-два горел в нерегулируемом желтом цвете, да? Соответственно, и здесь то же самое Можно было предупредить, что, уважаемые автомобилисты С 15 сентября появится круговое движение Будьте бдительны и внимательны Есть телевидение, есть радио Это нужно было делать за месяц-два А не так, что, ну, я уже привел пример В выходной поехали и получился коллапс Ну, вот это еще один пример, да? И в нашем эфире вице-спикер УЗС Роман Твитов сказал, что чиновники наши городские Собрали в этом году и собирают обычный, богатый, урожайный негатив Вот именно потому, что они не предупреждают о том, что хотят сделать Согласны вы с этим мнением? Да, конечно У нас остается буквально 4 минуты И я хочу все-таки нашу постоянную уже с вами рубрику Сейчас объявить это нововведение в КПАД Почему? Потому что каждый раз вы к нам приходите, рассказываете что-то новенькое И это, ну, действительно, не о рекламе вас идет речь О том, что действительно людям это удобно, удобно покупать билеты онлайн Приятно выиграть еще и дополнительный билет, участвуя в вашем конкурсе Я хочу спросить что-то новенькое, вот вы с нашей последней встречи придумали Да, новенькое есть Единственное, ну, как я уже сказал, что в этой сфере, тем более в эпоху IT-технологий Есть всегда к чему стремиться И я считаю, что никогда профессионалам в этой сфере знать все не будешь То есть сейчас у меня несколько проектов, которые я реализую Опять же, это появится в ближайшее время, но пока рано говорить когда Потому что сейчас зависит там не от нас Зависит от IT-экспертов, которые пытаются то программное обеспечение, которое есть у нас Сокопировать, синхронизировать с тем программным обеспечением, которое выпускают на терминалах То есть сейчас, ну, основные моменты озвучу У нас вступил в силу 54-й федеральный закон о фискализации об онлайн-кассах То есть если учесть, что наше предприятие еще пару месяцев назад с рулонными билетами На пригородных и междугородных направлениях работало То сейчас мы буквально уже через месяц запустим все через компьютеры Через онлайн-кассы, через валидаторы На пригородных и междугородних направлениях у нас скоро появится Онлайн-продажа есть на междугородних Появится онлайн-продажа на обратных направлениях То есть сейчас у нас есть пока только на одном маршруте, на Сыктывкаре Можно купить билет и до Сыктывкара, и из Сыктывкара через интернет Но сейчас мы хотим расширить эту географию У меня вообще желание в любом населенном пункте, через который пролегает междугородний маршрут Чтобы появилась возможность покупки билета онлайн То есть я был в Суне просто неделю-две назад При мне пять человек не смогли уехать, потому что маршруты были заполнены То есть соответственно для них, как раз для подобных случаев мы хотим вот это все вести В первую очередь будет введена обратная продажа билетов на авиаскополянском маршруте Потому что там наша автостанция достаточно большая И вложения в принципе они быстро окупаемы Ну и далее там все населенные пункты, через которые пролегают междугородние направления Мы тоже хотим автоматизировать, я думаю, что до конца года успеем Второй момент, разрабатываем программу лояльности Разговариваем с банками для того, чтобы пассажир выбирал нас А там не нелегалов, например, да Ну условно, каждая десятая поездка бесплатна Либо какой-то кэшбэк, либо бонусы Об этом вы рассказывали, да Сейчас все расширено, да А по срокам? Я думаю, что тоже до конца года мы, наверное, уже реализуем Но здесь опять же там есть небольшие проблемки с программным обеспечением То есть нам как-то нужно это синхронизировать Есть риск первой поездки и так далее На пригородных направлениях то же самое Скоро введем бесконтактную оплату стоимости проезда То есть сейчас она у нас есть на городе На пригороде и межгороде нет Вот это все будет То есть человек может с картой проехать Обычной сбербанковской картой И любой карточкой бесконтактной Любой карточкой, любого банка, да То есть все это мы, в принципе, хотим реализовать На пригородных пока направлениях Пригород и межгород И межгород тоже Да, то есть город у нас реализован Остались пригородные направления и межгород А как скоро вот это может появиться? Это очень удобно Вообще в планах пока это до конца года успеть сделать Все будет зависеть от банков Мы с ними ведем переговоры Пока есть там некие договоренности с ВТБ, со Сбербанком Будем пытаться реализовать это все То есть тут просто нужно еще закупать оборудование То есть у водителя вот этот терминал Он будет у водителя Да, да Также положительный опыт Дальнейший-то у нас с Блаблакаром Сейчас нелегальных перевозчиков На наших направлениях практически в 99% случаев уже нету То есть пассажир переходит к нам Ну и, соответственно, мы должны его удержать Вот путем как раз таких нововведений, новшеств Чтобы им было удобно Ну вот на этой, наверное, позитивной ноге Работает здесь еще много в онлайн-продажах На самом деле очень много работы Мы каждую программу с вами, кстати, вот этой вот фразой заканчиваем Работы непочатые края А время наше подошло к концу Поэтому до свидания, Денис Спасибо вам До свидания И доброго дня всем слушателям Особое мнение на 101FM